Демо-версия 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 Надеюсь субтитрами Если они будут говорить Ужачок сидит Бухает в поезде Что же еще делать? Скорее всего сейчас показывают людей Которые выживут После катастрофы Предстоящий Какие-то мужики Ясно Глупые террористы Взяли Подорвали наш поезд Я не знаю Какой сейчас будет режим выживания Возможно Какой-нибудь бесконечный Мы едва остались живыми Вы слышите выстрелы? Они убивают других выживших А как вы избежали? Можно узнать? Это поворот Со знаменской площади Царские сторонники Открывают огонь По пролетариям Вы говорите ерунду Это обычные грабители Или дезертиры Не говорите так громко Потому что нас услышат Мы прошли долгий путь Я думаю Что мы можем отдохнуть здесь А снег засыплет наши следы Вы хотите использовать руководство Описывающее механизм? Ну, наверное, да Если никакая ссылка не откроется Так Ключевым аспектом выживания персонажа Является удовлетворение Его основных потребностей Показанных в форме статусов Голода, жажды, тепла, усталости Каждый из них имеет свой индивидуальный эффект Который влияет на персонажа Чтобы ознакомиться с ними Вы можете навести курсор на их иконку Дальше Выбрать предмет из инвентаря Держи То есть она хотела пить Теперь не хочет К карте персонажей можно перейти Так Место, где находится вся самая важная информация Три вкладки Окей К одной из трех фракций Как это вообще будет влиять? Определяет исходные отношения персонажей друг к другу Характеристики Уникальные свойства персонажа Они проявляются во время игры в результате разговоров Действий или событий Они могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние Так, ладно Надеюсь, это обучение не особо долгое Потому что, как всегда, это не самая веселая часть игры Но без обучения потом будет довольно сложно играть Так, уровень здоровья может означать, сколько недугов может принести персонаж Снижение здоровья до 0 означает смерть Боевой дух означает, сколько конфликтов и лишений Может выдержать персонаж Высокий боевой дух позволяет восстанавливать баллы действия, утраченные утром по причине негативных статусов Уровень боевого духа можно повысить Ведя диалоги Ладно, текущие статусы Это баллы действия Силу и готовность персонажей к действию Удаление снега, строительство, создание предметов Так, слот для одежды Отношения Боже Ну, в общем, я понял, это отношение к другим персонажам Не буду считать, что все это значит, моя история Вы можете углубить знания о том или ином персонаже Ладно Закрываем Чтобы выжить, героям также придется позаботиться о своем лагере В рамках лагеря можно возвести пять конструкций Костер, укрытие, мастерская, карантин и ограждение Карантин? Так Выберите зону, где будет костер Прежде чем мы сможем строить Бла-бла-бла-бла Удалить сугроб нужно Удали занос Один человек нужен Женщина пусть копает Своей жопой она будет, что ли, греть или что? Убрать снег То есть Она этот снег растопила своей жопой? Этот персонаж слаб и быстрее устает Устала, бедная Действия про очистки снега Разблокирована Возможность строительства лагерных конструкций Дерево развития, в котором создание Отдельных компонентов Разблокирует новые типы действий И дальнейшие улучшения Блин Одним или двумя персонажами Может быть выполнено Если один персонаж То три балла нужно Окей На что мне нажать нужно? А, второй чувак Допустим, вот этот дед Улучшить Вы еще не закончили? У этого персонажа есть шанс Восстановить Раа во время приготовления пищи Избежать негативного события во время экспедиции Костер построен Так, теперь Им теплее Но у всего есть Цена И видимость поднялась Лагеря Ладно Давайте уже играть Сколько можно обучаться? Дневник какой-то есть Все ключевые изменения лагеря Сохраняются Сохраняются Давай Карантин Мастерская Частокол Укрытие Укрытие, наверное, нам нужно Удали занос Убрать снег Может, например, вот этот чувак Дополнительный инструмент Лопата Но у нас лопаты никакой нет Давай Топи своей жопой Блин, это реально очень странно Здесь Простая подстилка Только где они ее возьмут? Ладно К нему можно Подсадить вот этого чувака У них как раз на двоих Три очка Материал Тряпка Этого хватит вообще, нет? А хвои не хватает Надо 20 Да? 18 только Ладно Живите А как это все собирать-то? Возможно, не стоило пропускать обучение Ладно Люди Что вы можете мне предложить? Закончить день можно Нет Здесь давай Своей жопой топи Он нашел корень Нашел ветки Вот Супер Надо было какого-то другого чувака посадить Я не могу здесь троих взять? Нет, только двоих Ладно Давайте здесь Топите Давай вот ты Усатый Ветки Так Когда этот персонаж Выполняет одно и то же действие Второй или третий раз Данный Денец снижает Его боевой дух Это скорее минус Вот здесь у нас что? Тоже нужно топить? Давай тебя отправим Убрать снег А я надеюсь Новый там не появится? Иначе это все будет глупо Грибы Какие-то Есть одно очко Но с этим очком ничего не поделать Поэтому Заканчиваем день Ночь Во время Во время Бдения Персонажи Сидящие у огня Беседуют друг с другом За одну ночь Можно поднять две темы Каждая тема Это возможность Лучше узнать персонажа Раскрыть его Трейды Или изменить отношения Между собеседниками Некоторые диалоги Могут разблокировать Новые темы И даже задания Связанные с персонажами Так Давайте искать Лучше убежище Вот Пути на этом участке Были недавно построены И каждые несколько Десятков ферст Должна быть хижина Рабочих Которые врубали Шпалы Все ясная идея Таким образом Мы должны только Исследовать область В радиусе Нескольких десятков ферст Верно? Минус пять Если хочешь Изучай себе Если бы ты Замарал себе руки Приличной работой Ты мог бы знать Что стоит проверить пути Почему никто Не плюсует эту идею? Ведь у путей Нет никаких хижин Лесорубов Но есть отметки Для комиссаров Отметка на одной Шпал Должна сказать нам Где искать мастерскую Так Каждый диалог Должен Вестись Рассудительно Принятые решения Влияют на отношения Между персонажами И боевой дух Как индивидуальный Так и всего лагеря Выбор тем Которые Соответствуют Характеру персонажа Увеличит Его боевой дух Но они не всегда Могут нравиться Остальным в команде Выберите Выберите один из ответов А я не знаю Там могут быть Эти люди Сам себе Противоречу Вы думаете Что те мясники Которые пустили Поезд под откос Не знали об этом Забудь об этом Даже если в этом районе Есть мастерская И это вероятно Убежище для грабителей Ложитесь спать Просто Плюс 10 Так Будем ждать Патруля А что за выступление Пусть Мария выступит Я умоляю вас Помогите мне завтра Мы должны вернуться туда И искать Петрушу Ее ребенка Это не самая лучшая Затея Петя Это твой брат Он был носильщиком Он существует Он носильщик Боже Я оставил его там одного Мария Нет никаких шансов Что он Пережил катастрофу И даже если бандиты Каким-то образом Вытащили его из обломков И не убили В поисках его Мы подвергаем себя Больше опасности Вы оставите Невинного мальчика Умирать У нас недостаточно оружия У нас нет припасов Мы ничего не знаем Об этих мясниках Выходить на поиски Неразумно По крайней мере До тех пор Пока мы не будем Лучше подготовлены Он определенно Хотел бы помочь В этой ситуации Конечно мы можем Сделать Что-то сейчас То есть Она прислушалась К нему Прежде всего Мы должны Сохранить силы Вы не поможете Ему будучи Мертвый Или больной Это замечание Относится ко всем нам Давайте набираться силы Избегать борьбы Давайте не бросаться В глаза Все поддержали Сдружились Это подведение Итогов дня Ура Но почему Боевой дух Падает Так Перфекционист Персонаж Предпочитает Делать вещи Точно Качество Его строительства Выше и часто Получает уважение В то время Как его боевой дух Растет при создании Солидных Конструкций К сожалению Боевой дух Падает во время Действия И временного решения А после каждого Небольшого действия У него есть шанс Тратить дополнительные БД Доверие других К этому персонажу Постоянно растет Вот это неплохо Все Новый день Выстрелы стихли Ренегаты Отступили с места Крушения Так что вы можете Относительно безопасно Покинуть лагерь Чтобы отправить Экспедицию Чтобы получить Новые ресурсы И изучить Близлежайшие области Нажмите кнопку Карты В левом Верхнем углу Вообще Эта игра Напоминает 60 секунд Очень Так Экспедиции А вот Отправить экспедицию Да Это прям Как 60 секунд Там также Можно отправлять Кого-нибудь Наружу Это действие Стоимость которого Для одного Или двух персонажей Равна Одному Баллу И вдвоем Они имеют Меньший риск Ладно Отправим Например Вот этого Усача Хоть он Не выглядит Серьезно Но пусть Он пойдет С дедом После назначения Персонажей Можно добавить К их снаряжению Часть ресурсов Из лагеря Отправить Так Панель Текущей выбранной Экспедиции Расположена В левом Нижнем углу Угу Я могу Их отправить Уже нет Пусть они Например Пойдут Вот сюда Так Вы находитесь В зоне лагеря Которую Невозможно Обыскать Шесть зон Ну здесь лес А вот здесь Непонятно что Стоп Средний Уровень риска Незначительный Низкий Незначительный Незначительный Ладно Идите сюда Каждое действие На карте Увеличивает риск Потери Экспедиции Может вынудить Участников Остаться На ночь В лесу Плохая погода Повышает этот риск Кроме движения Уровень риска Потеря Взрастает Во время Уполнения Действия Обыска зоны Выполнить действия Обыска зоны Нажав на значок Увеличительного Стекла На панели Экспедиции В этом огне Вы можете увидеть Предмет Который удалось Найти в рамках Данной Зоны Нажмите кнопку Собрать все Или выберите Интересующий вас Предмет И перенесите их В снаряжение Персонажей После сбора Предметов Нажмите кнопку Подтверждения Внизу Игрона Ну давай возьмем Пакет Пакет Завершить Так Обратите внимание Что действие Обыска Кроме повышения Риска потери Повысило Также уровень Опасности Зоны Тем выше Уровень Опасности Зоны Тем больше Ею будут Интересоваться Ренегаты Напротив Дикие животные Будут избегать Ее Вы можете Продолжить Экспедицию Когда вы Почитаете Что безопаснее Будет вернуться В лагерь Вы можете Переместиться В него Вернуться в лагерь Давайте Идите Назад Она Вернулась Экспедиция Наша Все Дальше Укрытие Строим Укрытие Солидно Временное Решение Солидно Солидная Простая Подстилка Материал Дополнительных Инструментов Нет Материалов Мне не хватает Судя по всему Вот это Что такое Простая Подстилка А если Временное Решение Ну нет Я хочу Что-нибудь Крутое А может Я чувака Просто не выбрал Например Ты И Одно Очко У деда У деда Одно Очко Не Я все равно Не могу Но это Улучшить Написано Улучшить Ладно Говняки Будем что-нибудь Другое Делать Здесь Мне не хватает Ресурсов Здесь Тоже Много Чего Нужно Да А здесь Хватает Дополнительных Инструментов Нет Сажаем Например Сюда Женщину И Деда О У них Взаимоотношения Выросли Слаженная Работа Что вы там Построили Штокол Для Для Чего Мне Это Обозначенные Тропинки Силки То есть Ловушки И Снижает Урон Строением Лагеря Зачем Вам Ограда Это Наоборот Внимание Привлекает Нет Зачем Нужен Карантин Регенерировать Силы Вон Оно Что У меня Не хватает Материала То есть Мне нужно Где-то Найти Ткань А где Можно Еще одну Экспедицию Устроить Рисковую Какую-нибудь Отправить Экспедицию Например Вот этот Можек И вот этот Можек Отправить Вы Идите Неизвестные Ресурсы Незначительные Идите сюда Оба А что Это Такой Рискованный То есть Вы отсюда Пришли Опасный Средний Так Нет Ищите Что здесь Есть Берите Все Вот это Что такое Черви Их Можно Есть Супер Рискованный Низкий Ну Идите Сюда Что Поделать Пушек У вас Никаких Нет Наверное Придется Ночевать В лесу Или Они Смогут Вернуться Вероятность Потеряться Растет Завершить Вернуться В лагерь Супер Что нам Это Дало Водка У нас Есть Сигарета Кстати Она Она Очень Сильно Хочет Есть Вот Это Что Я Могу Это Пожарить Что Это Дает Еда Овощ Гриб Трава Этот Мужик Хочет Еще Есть Она Все Грибы Съела Что Л Стоп Это Те Же Грибы Еда Гриб Вот Этот Мужик Хочет Есть Съедобный Корень Ну Что Ж У него Отравление Какое-то Расстройство Желудка Этот Еще Хочет Есть Ну На Вот Этот Мужик Хочет Пить Как Добывать Воду Может С помощью Мастерской Но я До сих пор Не могу Построить Да Да Ну Пей Водку Что Поделать Вы Могли Бы Ее Разделить Одну Бутылку Между Всеми Заканчиваем День Наступает Ночь Рассказ Пьяница Ну Давай Повесели Их Алкоголь Немного Улучшил Мое настроение Поэтому Я поделюсь С вами Историей Так Сказать На Тему И Прямо Из Нашего Поезда Ну Давай Попробуй Только Ничего О Катастрофе Я Настаиваю То Есть Если Я Подниму Вопрос О Катастрофе Этот Дед Будет Недоволен Судя По Всему Ничего Ничего Ну Так Вот С Представьте Конец Человек Сел В поезд Как будто Ничего Не Случилось Он Сказал Что Перепутал Остановки Еще Немного Проедет Невозможно Тот же Человек Он Снова Сел В наш Поезд На Следующей Станции Трудно Перепутать Кого-то Настолько Характерного В таком Случа Я знаю Решение Этой Головоломки Тогда Не он Был Пьян Но Ты Ну Пусть Сэр Эдвард Что-нибудь Расскажет Какое Приключение Почти Как В 910 Году Когда Изборджанские Боевики Пустили Под откос Мой Поезд Или Как Ой Начались Эти Истории Мы Участвовали Во многих Катастрофах И Уважение Сразу Действительно У меня Было Много Приключений У этого Персонажа Железные Нервы И он Менее Подвержен Шоку Я стараюсь Избегать Только Тех В которых Никто Не Выжил Все Итоги Дня Уважение Уважение Почему К этому Мужику Уважение Он же Вообще Молчал Всю ночь Ну ладно Это неплохо Это хотя бы Не минус И опять Боевой дух Упал День Третий Вы можете Что-нибудь Построить Скажите мне Нет Идем На большие Риски Экспедиция Это что Такое Тут Какой-то Кролик Отправить Экспедицию Берем Вот этого Мужика И вот этого Деда Отправить Вы нашли След Дигих Животных На одной Зон Чтобы Походиться На нее Войдите В ее Зону Но Помните Что Без Соответствующего Снаряжения Поймать ее Может быть Очень трудно В случае Неудачи Дичь Убежит Другую Зону Такие животные Как и Ренегаты Могут Ежедневно Перемещаться Идем Сюда Обыск Это опасная Зона Но здесь Может что-то Быть Ценное Вот это Что такое Ламповое Масло Ткань Да Тряпка Завершить Идем Сюда Обыск На них Никто Не нападает Это Хорошо Что это Было Обасность Да События Это Особые Моменты В игре Которые Могут Появляться Случайные Моменты Игре Они Могут Быть Следствием Диалогов Истории Персонажей И критического Боевого Духа Персонажей Находок На карте Бла 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 Ладно События Могут Относиться К одному Или Нескольким Персонажам Так Вы должны Будете Делать Многократный Часто Трудный Выбор Некоторые Из них Могут Потребовать Соответствующих Трейтов Или Наличия В снаряжении Персонажей Или Лагеря Особых Предметов Ну Ладно Под Заснеженной Кучей Мха Вы Находите Старый Скелет Оленя С Великолепными Рогами Между Его Ребрами Все еще Торчат Ржавые Наконечники Стрел Вероятно Животное Было Ранено Но Убежало От своего Охотника И Издохло В этой Роще Недолго Думая Вы Собираете Наконечники И Несколько Подходящих Костей Ладно Никакой Сложный Выбор Это Сложный Выбор Ну Хорошо Завершить Наверное Вам стоит Вернуться В лагерь Я думаю Уберите Вернуться В лагерь Окей Все Они в лагере Что вы там Надыбали Сигареты Кто-нибудь из них Хочет курить Ягоды Это еда Вот этот Хочет Мужик Есть Очень сильно Мои кишки Марш Играют Это всегда Неплохо Еще ешь А вот этот Хочет есть Сильно Он же добывал Еду Топливо Еда Кстати Топливо Можем Немного Подложить Зверовой Трава Гриб 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 Ты ешь Грибы У него И так Отравление Да А нет Теперь у него Паразиты Шибись Может Водка Их Убьет Видимо Нет Ладно Вот такая Вот игра Что ж Не вижу Смысла Продолжать Все что было Здесь Я думаю Что показал Когда Игра Релизница Я скорее всего Поиграю Еще Заценю Что у них Появилось Нового Какие Появились Изменения Надеюсь Они будут Только в лучшую Сторону А пока Что на этом Можно Закончить Пока Субтитры